Лео рисует? Яркие, сочные цвета в удобном пенале с палитрой, и они очень яркие, сочные, это как я уже сказал, но они очень хорошо размываются водой, что самое главное для акварельной краски, это размыть водой, это да, начинаем, и быстро, поэтапно, ты мне пока объяснишь, конечно же, Блэк, я все тебе объясню, ребят, берем и слушаем меня, а Блэку объясняем что-то почему, потому что видать он рисовать не очень умеет, Я действительно, ребят, не очень умею рисовать, но мне очень хотелось посмотреть, как это ты делаешь, Макс, и может быть я захочу, а может быть научусь, обязательно научишься, смываем кисточку, чтобы она была мокрая, берем краски, смотрим на них, какого цвета решаем, твой будет замок, мой замок будет желтый, может быть фиолетовый или синий, давайте используем все эти цвета, желтый, фиолетовый и синий, сначала нарисуем сам замок, Основа замка, она будет желтая, вот такой желтый прямоугольник, и закрашиваем, 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 очень несложно это нарисовать, очень просто это нарисовать, просто длинный широкий прямоугольник, и закрашиваем как следует, вот такой замок у нас получился, А у него должны быть башни, конечно же башни, они тоже будут желтые, вот тут одна башня, такой квадратик, вторая башня, квадратик, и конечно же самая высокая башня в нашем замке, в твоем, Блэк, замке, вот такое высокое, Что есть у замка еще? У замка есть крыши, конечно же, смываем кисточку очень тщательно после желтого цвета, и рисуем три синих крыши нашему замку, синих крыши, берем синий цвет, и рисуем синюю крышу, Одна синяя крыша, треугольная, да? О, мне это нравится, треугольная такая, здоровская, мальчишкам тоже понравится, но обязательно все ребята будут с нами рисовать такие вот крыши, вот так мы все разрисовали, Три треугольные крыши, как я сказал, это просто здорово, над каждой крышей нарисуем такой штырь, или палочка, маленькая палочка, на которой будет развиваться флаг замка, И, конечно же, можно продолжать, что еще у замка есть? У замка есть вот тут наверняка какие-то кирпичи, или окошки, или бойницы, я думаю, да, ты хотел еще взять фиолетовый цвет, мы его возьмем, конечно же, и сейчас будем использовать, Здесь проведем ровную линию фиолетовую, добавим небольшие врезы, вот такие, раз, два, три, и рисуем крепостную стену, получается у нас вот такая крепостная стена, стена, Ей же, этой фиолетовой краской нарисую бойницы, бойницы это окошки те же самые, но только они очень узкие, чтобы туда нельзя было попасть, К примеру, и там солдаты смотрели бы из них, и прятались там внутри, вот это мы можем нарисовать, здесь мы можем нарисовать полосочки, Очень хорошие украшения для нашего замка, и, конечно же, есть ворота, 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 точно, я забыл, Блэк забыл про ворота, ворота должны быть деревянные и крепкие, Деревянные, это значит коричневый цвет, да, и берем и рисуем ворота, вот так, вот у нас ворота, их можно же закрасить этим коричневым цветом, Вот такие ворота, посерединке можно нарисовать полоску черную, так смыть, и нарисовать черную полоску, это будет здорово смотреться, черная полосочка, и четыре, две точечки, Вот такой у нас замок получился, но только знаешь, как-то он получился хороший, но он висит в воздухе, а хотелось бы, чтобы он стоял на земле, Это следующий этап рисования, ребят, то, что вокруг нарисовать, возьмем кисточку, намочим, то, что внизу замка, вот так вот, намочим водой, и добавим зеленого цвета, вот, и у нас получится, Замок стоит на земле, на крепкой-крепкой зеленой земле, а почему зеленая, потому что много травы, да, потому что лето, трава, как сегодня мы это видим за окном, вот такой у нас замок получился, мы, я думаю, заканчиваем, да? Да, Блэк? Я думаю, да, закончим, но только ты обещал нарисовать флаги, и я думаю, это обязательно надо сделать, хех, спасибо, Блэк, что напомнил, флаги, это важно, мы здесь рисуем три флага, один, второй, так, они извиваются на ветру, и третий, вот так, теперь-то у нас все готово, получился классный замок для мальчиков, мальчиков, я думаю, мальчишки захотят с нами нарисовать, если вы рисуете, то, правда, ставьте лайки, ваши работы, вы можете поделиться в инстаграм, это очень легко сделать, сделать stories, мы обязательно поставим вам лайк, а так рисуйте каждый день, обычно к нам приходит Макс, и показывает, а Лео рисует, но сегодня мы рисовали с Блэком, если вам нравится рисовать с Блэком, то поставьте мне лайк, да, поставьте лайк отдельно Блэку, потому что он старается рисовать то, что любят мальчики, до новых встреч, пока-пока!